Наши драгоценные формики. Начнем, как обычно, с формикопротенсис. Ночная жизнь формикопротенсис в принципе точно такая же вялая, как и дневная, наверное, потому что их очень мало и они пока еще не видят развитие. Когда-нибудь я сделаю им вход к нему и подключу сюда макулатусов. Кстати, тоже интересная идея подключить макулатусов. Их много и они заполняют всю эту арену. И мессеров, короче, это будет бойня. Мессеры, макулатусы и протенсисы на одной арене. Но это дела отдаленного будущего, которое, не знаю, может и не наступит. Так что у них вот здесь. Мне вот интересно, понравилось, что они сделали тут такую природную кучку. Вал сделали, все как по науке. Там сделали такой проход, то есть как бы вот это вот вход в гнездо был снаружи, а вот это все вот эту кучу это они сами наносили. Причем, что интересно, наносили они еще вот такие вот немаленькие камушки. Как они это сделали? Я, честно говоря, не представляю. Но камушки такие, ну, сейчас палец вот добавлю, камушки с ноготь, можем скажем так. Как эти малявки могли это занести? Ну и потихоньку вон тягают эти камушки себе в гнездо. Конечно, к счастью, я сделал достаточно вертикальный этот проход, и поэтому они эти камушки не могут затянуть гнездо, не засорят. Кстати, что интересно, мне нравится это пересечение трубок, имеется структор и формикопротенсис. Если эти пути соединятся, быть беде. Пойдем дальше, значит, поверх-поверх. Вот они ползут. Благодаря новому местоположению арены, кстати, я в Польше ближе к окошку его подсоединил, стало не так вертикально, и они так более потихоньку, полегоньку таскаются туда-сюда. Таскаются, и вот их классное гнездо ночное. Так как, по совету одного моего хорошего товарища по фамилии Юзер, я их не прикрываю, и они, соответственно, решили это сделать сами. То есть, они таскают эти камушки, таскают песочек и потихоньку закрывают гнездышко от меня. Ну, мне это пока не мешает, и вообще, я не знаю, будет ли развитие у них, потому что расплода нет. Сейчас зимовка, королева где-то там ползает, выживет ли она за зиму, и что-то из этого будет. Ну, во всяком случае, такое роскошное гнездо всегда может отойти в наследство макулатусом. Так, дальше по формикам. Пойдем, вернемся вниз. Есть у нас еще формика Фуско, которое лето провели на даче, окрепли здоровьем, уничтожили по большую часть своих, своего формикария. Так, с тобой. Надо подключить зарядочку, потому что у меня на последнем издыхании формика Фуско, которые не захотели от меня убегать. Сейчас мы сделаем посветлее. Арена, ночная арена. Маленькая арена у них, потому что их мало, и вообще они такие скромняшки у меня, очень трусливые. Ну, как говорит опять же таки наш любимый юзер по имени Олег, что они тоже, как если их будет много, то они будут более наглыми, более интересными. Так, что там у нас? Ну, как тоже у них диапауза, у них не так все весело. Королевы и рабочие просто спят. Один-два появляются на арене, попьют сиропчика, покормят остальных и скушают кусочек того тараканчика и идут обратно в гнездышко. Я думаю, этого гнездышка хватит до завтра, до лета-то точно. Ну, а там будем думать, что там с ними дальше делать. Я считаю, что у меня и так слишком много этих колоний развелось, а еще прям требуют еще новых некоторой личности. Вот такая вот тишина и спокойствие у нас на арене у Формика Фоуско. На этом все. Спасибо за просмотр. До побочения сябры.